В Эстонии убрали монументы с советской символикой. Сделали это в Нарве, третьем по величине городу страны, где большинство населения этнически русские. Демонтировали танк Т-34, а еще мемориальные доски и памятник красноармейцу. Надгробие на братской могиле погибших во Второй мировой войне сделали нейтральным. Правительство действовало быстро и решительно. Эстонский город Нарва находится возле российской границы. Тут живет преимущественно русскоговорящее население. Там демонтировали мемориал советского периода танк Т-34. На то, чтобы подвинуть его с места, потребовалось около трех часов. Война в Украине подтолкнула Эстонию, которая хорошо знакома с советской оккупацией и тоталитаризмом, к завершению декоммунизации. Большинство населения, в том числе и русскоговорящие, поддерживают демонтаж памятников периода СССР. Этот танк, он, как я уже говорил, символизирует собой, в первую очередь, оккупацию нашей страны. И сейчас в Украине Россия занимается примерно тем же, чем занимался Советский Союз в 40-е и 44-е годы. Поэтому эти памятники и конкретно этот танк сейчас вызывают у эстонского общества крайне болезненные ассоциации. В Нарвии, правда, нашлось и много противников снесения. Поэтому место, где проводили демонтаж, окружили правоохранители. Восемь самых активных людей, которые призывали к насильственному сопротивлению, задержали. Я не могу сказать, что в Нарвии все поддерживают то, что этот танк должен был остаться на своем месте. Было также мнение, что, возможно, его нужно было просто снабдить соответствующей табличкой, чтобы он для многих не ассоциировался уже больше с оккупацией, а был таким музейным экспонатом, но на своем месте. Эстонское правительство убеждено, памятники и символы, установленные в стране во время советской власти, это источник проблем, которые стоит устранить. Большинство эстонцев понимают, что монументам, которые прославляют оккупанта в Эстонии, нет места в общественном пространстве. Этот танк прославляет путинский режим. Именно поэтому это правильное решение. Танк нужно убрать. Советский танк не пойдет на металлолом. Его перевезли на север от столицы Таллина в военный музей города Вимси. Тем временем правительство Эстонии подтвердило, что к концу года с общественных мест уберут и другие монументы советского оккупационного режима. Ярослава Марущенко, специально для марафона Freedom на канале UA.